Почти три десятка вопросов. Повестка заседания Кабинета Министров в этот раз была объемной и разноплановой. Большинство ее пунктов касались изменений действующего законодательства и предыдущих постановлений правительства. Аллатрский, Вурнарский, Ядринский районы и город Чебоксары. Эти муниципалитеты в ближайшем будущем получат средства из фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья. Так, из фонда 30 марта 2015 года получены средства в размере 80 миллионов 847 тысяч рублей. По реесту представленных контрактов муниципалитетами софинансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики составит порядка 37 миллионов 820 тысяч рублей. Михаил Игнатьев отметил, используя все возможности федеральных программ для расселения граждан муниципалитетам следует рассмотреть возможность приобретения не только строящегося, но и уже готового жилья. Это поможет избежать проблем с недобросовестными подрядчиками. Также среди утвержденных вопросов повестки дня порядок и формы проведения экзамена на владение русским языком, знания российской истории, основ законодательства России для иностранных граждан, которые планируют получить патент на работу в нашей республике. Экзамены будут принимать в Институте образования ЧГУ имени Ульянова, Педуниверситете имени Яковлевы и в Электромеханическом колледже. При определении первичных образовательных организаций учитывались такие критерии, как наличие в штате образовательных организаций квалифицированных педагогических кадров, а также квалификации специалистов области проведения тестовых мероприятий, имеющих опыт создания тестовых материалов. Учитывались также наличие материальной базы, которая необходима для проведения соответствующих экзаменов. И о приятном. С 2013 года в России выплачиваются денежные поощрения лучшим муниципальным учреждением культуры в размере 100 тысяч рублей и лучшим работникам культуры в размере 50 тысяч. В этом году такие награды в Чувашии получат 5 учреждений и 12 работников.